На железнодорожной станции в Кузбассе на проводах работники РЖД заметили павлина. Каким образом он там оказался, вопрос остается открытым. Автороликов советовал птице лететь домой в Африку, но оказалось, что ее дом в городе Тайга, где павлин и был обнаружен. Говорят, что птица сбежала от хозяина, но, видимо, неудачно. Ее уже передали обратно. А в Техасе нашли фламинго, который сбежал, но из зоопарка Канзаса в 2005 году. Ловить птицу не собираются, потому что фламинго явно больше нравится тусить с чайками, чем находиться за решеткой. Московская пенсионерка помогла роботу Яндекса перейти дорогу по пешеходному переходу в кибердеревне без спецэффектов. А на этих кадрах робот объявляет о ковидном локдауне в Шанхае. Выглядит несколько криптово. Женщина не обратила никакого внимания на огромную лавину, которая свалилась на нее с крыши. Жительница Красноярского края так сильно спешила за сахаром, что даже гигантские снежные глыбы не смогли пошатнуть ее боевой дух. Эта дорога на видео уж очень притягивает аварии. Аномальное место обнаружено во Вьетнаме. Люди регулярно врезаются друг в друга. Иногда и техника начинает выходить из-под контроля. Вызывайте экзорциста. Такое могло случиться только в Сочи. На дороге в Красной Поляне столкнулись Тесла и телега с лошадью. Причем девчонки в красивых платьях были не на Тесла, а в телеге. И еще кадры из мира электромобилей. В США пес угнал чью-то Теслу. Поражает даже не то, что собака куда-то поехала, а что ей задавали вопросы, ожидая ответы. В Монтане сова заслонила камеру видеонаблюдения банка. Не удивимся, если окажется, что пока охрана умилялась птичке, ее подельники выносили деньги из хранилища. Полярное сияние радовали накануне жителей северных регионов России, США, Канады, Новой Зеландии и Тасмании. После того, как произошла крупнейшая вспышка на солнце. А в южных регионах свои природные явления. Пользователи публикуют в соцсетях видео и фото сильной, но очень красивой грозы в Воронеже.